Всем привет! Сегодня будем разговаривать о Houdini API более подробно. В апреле я уже немного о нем упоминала в своей презентации, потому что вдохновилась этой темой после конференции «Харьков ЦСС», где минский докладчик Никита Дубко рассказывал о этой восхитительной штуке и, собственно, решила познакомиться с ней поближе и поглубже, и сегодня хочу вас тоже на это вдохновить. Что собой представляет Houdini API? Это сборник опишек для браузера, которые призваны найти новый подход к работе с ЦССом, к тому, как писать ЦСС, как его менеджить, и разработка ведется рабочей группой V3C на данный момент. Первые упоминания о Houdini были в 2016 году, как мне помнится, и вот с того момента ведется активная разработка, и мы буквально каждый месяц рабочая группа выкладывает апдейты по этой теме. Но, к сожалению, пока что Houdini API существует только под флагом, работает только при включенном экспериментальном флаге в Chrome браузере. Но я больше чем уверена, что в скором времени, не знаю, когда оно наступит, конечно, но рано или поздно мы все-таки придем к тому, что мы будем его использовать в полной мере. Итак, для чего же нам нужна эта опишка? Во-первых, для расширения функциональности ЦСС. Уже давно ЦСС выходит за границы просто написания стилей. Мы как-то уже должны себя, наверное, осознавать не просто верстальщиками, которые умеют рисовать формочки, но и где-то немножко глубже следить за перформансом, следить за архитектурой того, что мы делаем. И, собственно, в этом нам очень поможет Houdini. Кроме того, Houdini предоставляет полный контроль, он должен предоставлять полный контроль за процессами рендеринга ЦСС в браузере. То есть главная идея заключается в том, что мы можем внедряться в любой процесс рендеринга и контролировать его. Конечно же, кросс-браузерная поддержка — это то, чего мы все хотим добиться в наших проектах. Ну и то, что является камнем преткновения, как правило. Имея разработанную API-шку Houdini, она, по идее, должна будет в идеале работать во всех браузерах абсолютно одинаково. Ну и создание полифилов. Здесь я думаю, что комментировать не буду, просто Houdini создают полифилы, которые мы можем переиспользовать в любых наших проектах. Так, о том, что сейчас эта API-шка существует только под флагом, то есть мы, открыв браузер, воспользоваться ею сразу не сможем. Я в конце презентации вам расшарю линги, по которым можно перейти и включить этот флаг, чтобы поиграться, если у вас будет такое желание. Ну, а сейчас переходим к первой API-шке — Paint API. Самая, наверное, сейчас распространенная по количеству написанных материалов о ней. Эта API-шка нам дает возможность внедряться в всевозможные картинки, которые мы обычно подгружаем в CSS, и рисовать нечто свое. Ну, используют BNTPI своего рода функции, которые есть в CSS. Ими обычно называют подключение углы в background image или border image или list style image в списках, ну, а также в контенте. Что собой представляет image от Paint API? Это аналог канваса, который нарисован на JavaScript. где мы можем это использовать. Ну, есть такие любители порисовать. Мы знаем, что градиентом мы можем сделать любую картинку при желании. Выглядит немножко страшно. Я имею в виду код. Но результат, в принципе, довольно интересный, но неприменимый на практике. Так вот, вместо того, чтобы рисовать градиентом картинку iPhone в данном случае, мы можем это же сделать в JavaScript, на канвасе нарисовать, и сюда подключить как background image. или же, например, конический градиент. Он сейчас тоже находится в разработке CSS и доступен далеко не во всех браузерах. Через Paint API от Houdini этот градиент тоже может быть нарисован с помощью канваса. Здесь я вам вставила кусочек кода, как он, по идее, рисуется просто в CSS без PNTPI. Но есть возможность нарисовать его через канвас. Дальше. Пробовали бы когда-нибудь вставлять картинку на background text area? чтобы это была реальная картинка. Не просто цвет заливки text area, а именно картинка. Думаю, что у вас бы не получилось. С помощью PNTPI это возможно. То есть мы можем любую... нарисовать любую картинку на канвасе и подгрузить ее как background image в text area. При этом соблюдаются все статические пропорции этой картинки. То есть это сродни у SVG-шки с view... Так, ну вот сейчас вылетело из головы, как у нас там... viewbox, да? С viewbox-ом SVG-шки. Или, например, мы можем рисовать с помощью PNTPI внутренние границы. Как это выглядит? В данном случае у нас есть на background картинка, PowerLap подключается, если видите. и подключается Paint, вызывается метод Paint с названием нашего канваса, который рисуется. Ну и задаются определенные параметры. Так, сейчас еще вам покажу некоторые примеры. QR-код. QR-код в качестве бэкграунда для текст-арей. Почему бы и нет? Тоже можно. И как это использовать? Как используется Paint API? У нас есть CSS-файл, где мы вызываем наш метод Paint. У нас есть скрипт, где мы подключаем наш Worklet, да? То есть добавляем модуль. И у нас есть в JavaScript, собственно, наш класс, где мы регистрируем нашу картинку. И, да, собственно, регистрируем и экспортируем. Давайте теперь посмотрим на код. у меня здесь есть несколько несколько существующих проектов. Это все взято с официального сайта разработки по кодине. И вот, что мы видим. Это наша шахматная доска. У нас есть текстерия с background имиджем, да, заданная в CSS. Дальше есть проверка на 14-й строке, есть ли у нас этот Paint Worklet. В CSS, если он поддерживается, то мы добавляем соответствующий модуль. Ну и как это выглядит в JavaScript. Наш класс Checkerboard Painter и нарисованный Canvas. Как выглядит QR-код? QR-код тоже у нас есть QR-код, который представляет собой вот Text Area, да, для Text Area и здесь вы могли заметить кастомную переменную size, которая задается и соответственно используется. Точно так же подключается Paint Worklet и здесь много букв, потому что генератор QR-кода вставлен сюда, но само рисование QR-кода занимает по сути 14 строк. Давайте посмотрим, как это у нас выглядит в браузере. Так, вот мы можем растягивать нашу Text Area там, ну и чего-нибудь тут написать. Мейкерс, вот вам готовый QR-код внутри Text Area. Дальше. Если мы хотим воспользоваться параметризацией, то есть задавать наши параметры для нашего Canvas, нам на помощь придут те же кастомные переменные, которые здесь используются. Да, и мы можем при наведении вот они, наши кастомные переменные Spacing и Size. Ну и поиграться здесь со Space и и ой, куда, куда, и с Size. Вот такие вот игрушки доступные в Paint API. Очень удобные для дебага в данном случае. Так, вернемся к нашей презентации. Так, что же мы можем сделать еще? Да, вот как я сказала, мы можем подписаться на кастомные проперти и изменяя их получить самые разнообразные результаты, которые нам могут помочь. Допустим, вот здесь. Так, сейчас опустится видео. То есть мы меняем цвета, подбираем нужный, подходящий. Можно научить дизайнера заниматься этим и играться так, как им хочется. Или, например, создавать бэкграунды такого типа, когда у нас они срезанные, обрезанные. это очень, как правило, трудоемкая работа. И когда-то у меня была похожая задача, и я действительно с ней промучилась очень много. Но что нам нужно для этого, для вот этих вот бэкграундов, таких срезанных, в первую очередь нам нужны наши кастомные переменные. А это одна из опишек Гудини, в том числе, ну, не сами кастомные переменные, а возможность их использовать в определенных целях. Итак, кастомными переменами сейчас уже никого не удивишь, они очень мощны и очень часто уже используются даже в продакшене, но у них есть один недостаток. В качестве кастомной переменной мы можем получить только строку. Что делает Гудини API с кастомными переменными? Во-первых, он их делает гораздо с более широкими возможностями, потому что определяет их тип, может задавать первоначальное значение и определяет наследственность, то есть будет это наследоваться переменной или нет. Ну и в связи с этим и прежде всего с тайпом, с наличием определения, с наличием типизации, кастомные переменные в Гудини API могут быть анимированы с помощью транзишена и анимейшена. кейфрейм анимейшен. опять же надо помнить о том, что это пока что только частично поддерживается в хроме за флагом. И так выглядит синтакси с кастомной переменной. То есть мы регистрируем пропортию, регистрируем наше свойство, даем ему имя, предоставляем синтакс. Синтаксис в данном случае у нас длина, то есть это какая-то цифра, ну типа 100 и единица измерения. Могут быть разные варианты, да, то есть можно объединять синтаксис, который задает несколько значений, как допустим мы задаем обычно в паддинге, там в бордере, да, когда 4 значения или 3 идут в одну строку. Дальше inherit, то есть наследственность и начальное значение. Ниже приведены вот синими буковками, у меня мышка тут не водится, синими буковками написаны возможные синтаксисы, которые мы можем использовать. В принципе, здесь полный их объем того, что используется обычно в CSS, оно же здесь и представлено. Так, и где мы можем использовать эти кастомные перемены? Во-первых, в анимации. Давайте сейчас с вами как раз посмотрим эти amazing штучки. Есть один разработчик, который создал сайт CSS Goudini Rocks, где играется, где экспериментирует с Goudini всеми возможными способами и предоставляет нам возможность увидеть преимущество этого. Вы, конечно, для судьи можете этим поиграться. Сейчас я вам покажу только некоторые моменты. Ну, во-первых, анимированные чекбоксы. то есть при ховре у нас появляется анимация. Здесь мы можем ну, это полностью как бы живое для редактирования образец, где мы можем менять все, что хотим из того, что он нам тут предоставил. Ну, и транзишн вы видите, как появляется наша галочка при ховре. Также мы можем рисовать tooltip располагать стрелочку любого размера, сайза и так далее. Причем tooltip у нас является сам элемент. мы рисуем как бы ему в виде бордер имиджа. То есть элемент это hello и вот это все это его CSS созданы стилями, созданы view. Обратите внимание, никакого ни автора, ни before нет ничего. То есть все это рисуется таким вот образом. Дальше разделители разделители блоков очень симпатично выглядит и все так же рисуется. Рисуется на канвасе и с использованием да вот у нас border image source paint нарисован сепаратор и он принимает кастомные переменные. Так покажу вам сейчас такие вот интересные бордеры с разными возможностями модификации. То есть опять все все то же самое. Все те же кастомные переменные. И corner shapes формы углов у блока могут быть настроены разными способами. Так что в данном случае у нас кастом проперти работают для Houdini очень хорошо. И что мы можем еще сделать с помощью кастомных проперти это вот эта анимация. Но я загрузила ее специально гифкой потому что мой компьютер не способен изобразить это в нормальном скорости. Все таки это затратно очень по перформансу делать такие вещи потому что это все сделано на обычном CSS animation CSS transition то есть это не canvas анимация но это возможно. Так и конечно же возникает вопрос если мы с помощью Houdini можем делать анимацию анимировать наши свойства то почему бы не сделать нам такую опишку которая бы занималась анимацией но производительной анимацией и изначально это API именовалось как композитор ворклипе потому что внедрялась в стадию композирования рендеринга CSS но затем они переименовали ее и главная особенность которой занимается animation API это работа со скроллом и со стейтом во втором пункте вы видите я специально их выделила потому что opacity и transform это как бы ничего нового а вот возможность анимировать скролл и подписываться на него и на стейт это вот что-то должно привлекать внимание по перформансу это настолько же неплохо и хорошо как request animation frame и animation API запускается в параллельном потоке с JavaScript я не упоминала о том что у нас и paint API и в данном случае animation API это все worklet то есть это некий аналог воркеров но с припиской что для CSS то есть это возможность рендерить CSS в параллельном потоке рендерить в параллельном потоке JavaScript потому что без JavaScript этот CSS не будет работать и в данном случае метод анимации вызывается настолько же часто насколько возможно для вашей машины так и двигаемся дальше главная идея ради которой была создана эта API это производительный параллакс скроллер сейчас уже конечно мы редко можем встретить параллакс эффект в наших проектах но я думаю что с внедрением полноценным внедрением в GUTIN API мы сможем пользоваться этим легко они даже создали для этого специальный скролл таймлайн класс который будет использоваться под события скролла также возможно анимация по стейту например такая анимация как в твиттере сейчас в твиттере да мы видим у нас есть ну это условный твиттер это понятно у нас есть хедер и аватар даже при скролле у нас происходит изменение внешнего вида нашего хедера нашего нашей аватарки да то есть вот это тоже анимейшн API за который отвечает эта API и один из вариантов использования анимейшн API это анимированный прогресс бар который ориентирован на степень загрузки файла ну достаточно частый use case да в проектах в принципе я думаю что в этом отношении мы сможем этим пользоваться вполне так поехали дальше layout API это следующий еще один ворклет в гудине API опять же поддержка ограничена но начиная с 65 версии у нас под флагом мы этим можем играться что он нам предоставляет возможность создания своих кастомных флексов и гридов ну так как вы пожелаете вы когда-либо создавали масонри то я думаю что вы сталкивались с этой проблемой да и может быть когда-нибудь google photos перепишут свою прекрасную прекрасный проект с использованием layout API на гудине да то есть вот у нас есть такой себе layout мы можем здесь менять паддинги с помощью тех же кастомных переменных и количество колонок это просто невероятно удобно в использовании и минимум задействует у нас JavaScript поэтому должно взлететь я думаю должно быть для респонсива очень-очень полезно итак подытожим про ворклиты которыми о которых мы сейчас говорили в чем их главное отличие мы из ворклитов не можем достучаться до window до document objects мы не имеем возможности достучаться никакой никаким данным приложения и не можем через ворклит вызвать какие-то функции высокого порядка ворклит это исключительно инструмент работы для CSS процесс и и он работает в отдельном потоке при рендеринге вот это очень важно себе представлять и еще несколько опишек которые относятся к гудине о них более кратко они тоже очень важны одна из них типизированный object модуль которая использует вот мы хорошо знаем что есть дом и точно так же есть CSS ом которому у джаваскрипта есть очень ограниченный доступ потому что как мы обычно получаем или задаем свойства элементу мы получаем этот элемент пишем точечка style точка там например background равно red мы записываем наш элемент таким вот образом и что здесь очень важно представлять если у нас допустим будут какие-то манипуляции со свойствами со значениями свойств мы можем натолкнуться на ошибку манипуляции я имею ввиду со стороны джаваскрипта мы сталкиваемся с ошибкой потому что вот эти свойства записываются в виде строки что что нам дает type object model API в данном случае мы устанавливаем мы опять же типизируем наши свойства и они записываются в map коллекцию и таким образом исходя из особенностей работы с map коллекции мы можем сетить наши свойства задавая им и имя и их значения и get от их да то есть get и set здесь работают и исходя из этого вот наши виды классов которые присутствуют в типизированной object model здесь у нас есть и ну всевозможные позиции и имидж значения имиджа value unit value да математические value и transform value ну то есть это в принципе достаточно удобно так и как показала показали исследования это API уже доступно с 66 версии хрома на 30 процентов Typeit он ускоряет операции по сравнению с традиционными манипуляциями с CSS 30 процентов это достаточно много в принципе если у вас есть очень много манипуляций с CSS из JavaScript также две API это уже последние API они находятся в очень черновом варианте даже практически не определены еще их четко не определены границы их использования это font metrics API это API которая должна будет отслеживать доступы к шрифтам к особенностям их начертания мы же знаем что в разных браузерах подчас бывает что шрифты отображаются по-разному вот это должно решить эту проблему и API парсер которая по идее ну это вообще такая еще идеальная мечта разработчиков по идее должна преобразовывать в CSS любой код не CSS образный но это еще вилами по воде писано то есть все может поменяться над этим работа ведется не так быстро как над горклетами например и что собой представляет процесс эндеринга в браузере вот эта схема это собственно то как CSS читается в браузере и как мы можем на какие этапы мы можем его разделить здесь мы видим что дом отрисовка дома и CSS ома она в принципе доступна для джаваскрипта ну кто-то больше кто-то меньше но это мы можем отследить но следующие этапы они абсолютно не имеют влияния со стороны джаваскрипта каскад лаяут пейнт и композит это все нам сейчас недоступно идея Houdini состоит в том чтобы подключиться к каждому из этапов рендеринга браузера с помощью своего соответствующего API и регулировать этот момент на процессе разработки в процессе разработки вот вы видите здесь уже нам знакомые вот парсер этап парсера контролируется CSS parsing API DOM и CSS OM у нас связаны непосредственно с типизированным object моделью CSS Cascade пока что еще в разработке 2B development layout мы уже рассматривали с вами ворклет layout пейнтинг API тоже рассмотрели в самом начале ну и композит скроллинг и animation это то что сейчас именуется animation API то есть вот наши все API используются к каждому этапу рендеринга браузера и в конце я вам предлагаю разные ссылки где вы можете посмотреть во-первых на не так я хотела это сделать во-первых на рабочие черновики где можно почитать про все этапы разработки ну это документация по Goudini API здесь можно посмотреть кто чем занимается кто когда делал какие апдейты и так далее и из первых рук узнать что происходит дальше вторая ссылка это вот те самые экспериментальные флаги которые вы можете включить у себя в браузере это абсолютно безопасно и никак не повлияет на работоспособность вашего браузера но Goudini вы сможете попробовать дальше третья ссылка это вот тот самый девелопер который делает крутые штуки с помощью Goudini где можно поиграть с ними есть еще один аналог веселенькой документации Goudini в личме от разработчиков и наверное самая часто посещаемая ссылка в области Goudini это из Goudini Reti Yet то есть здесь вы можете посмотреть на какой стадии сейчас находится какая API в данном случае что мы видим что Paint API с 65 хрома в опере работает ну это это мы не считаем да за рабочий браузер Type Type Home тоже работает в хроме в опере ну а по остальным у нас есть частичная поддержка где-то ну а где-то где-то у нас есть совсем не работающее ничего но работа ведется и я очень надеюсь что скоро мы сможем это пробовать уже без флагов ну на этом у меня все давайте вопросы спасибо